Вениамин Кондратьев заметил, что проблема нехватки офисов и аппаратов для выдачи денег в курортных городах и поселках остро стояла в прошлом году. Немаловажно развитие банковской инфраструктуры, в том числе и на побережье. Вот сегодня я считаю, что количество отдыхающих, которые приезжают в наш край, оно каждый год растет и доходит до 15 миллионов уже в прошлом году. Поэтому, конечно, здесь недостаточно офисов Сбербанка находится на побережье и даже тех же банкоматов, потому что здесь, конечно, мы видим на лицо, что стоят очереди. Общей концепцией развития населенных пунктов побережье Краснодарска не является, скажем так, обычным, потому что как раз в период, на приток, в сезон отдыхающих, вы назвали цифру здесь на 15 миллионов человек. То есть оценивать эти населенные пункты как сельскую местность и ориентироваться только лишь на какое-то среднее арифметическое число жителей, там 8 тысяч в поселке. Это не 8 тысяч мы обслуживаем, а приехавших несколько десятков, а то и сотен тысяч. Мы разработаем вам понятную тоже стратегию по каждому населенному пункту. Сетка, количество банкоматов. Говорили и о количестве отделений банков сельской местности. Никакого сокращения не будет, заверил Евгений Титов. Также подняли вопрос об увеличении кредитного портфеля для малого и среднего бизнеса Кубани. Вениамин Кондратьев отдельно заострил внимание на поддержке аграрного сектора, в том числе и небольших фермерских хозяйств. Важно, чтобы кредиты были доступными, безусловно. Где-то гибче сам Сбербанк относился к тем, кто хочет взять кредиты. Понимание того, что мы все-таки аграрный регион, и аграрии тоже сегодня хотят здесь подходить с точки зрения того, залоговая база, которая есть. И понятно, что не потому, что она слабенькая или не совсем она ликвидна ему отказывать, а все-таки попытаться найти среди его имущества ту залоговую базу, которая позволит ему взять кредит. И очень важно еще, что мы имели не только здесь спектр банковских услуг, очень широкий, большое разнообразие этих услуг, но и доступность для фермера, человека, труда. На встрече обсудили возможность реструктуризации долгов по инвестиционным проектам в Краснодарском крае, а также участие Сбербанка в проектах государственно-частного партнерства, например, в строительстве платных дорог. Инга Габешия, телекомпания ФКТ